Иногда я стираю носовые пакеты. Больше я не знала, что писать. Я посмотрела на Люську. Она так и строчила в тетрадке. Тут я вспомнила, что один раз постирала свои чулки и написала. Еще я стираю майки и рубашки. Я посмотрела вокруг. Все писали и писали. Можно подумать, они с дня до ночи помогают маме. Ну тогда я написала. Еще я стираю платье свое и мамино. Салфетки и покрывала. А урок все не кончался и не кончался. Я написала. А еще я люблю стирать занавески и скатерти. И тут наконец зазвенел звонок. Мне поставили пять. Учительница читала мое сочинение вслух. Она сказала, что мое сочинение понравилось больше всех. И что она прочет его на родительском собрании. Я очень просила маму не ходить в школу. Я сказала, что у меня болит горло. Но она велела папе дать мне молока с медом и ушла в школу. На утро состоялся такой разговор. Мама. А ты знаешь, Сема, оказывается, наша дочь очень хорошо пишет сочинение. Папа. Что? Мама. Нет, 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 правда. Ера Евстегнеевна ее очень сильно хвалит. Ей очень понравилось, что она любит стирать занавески и скатерти. Обращаясь ко мне, почему-то я об этом никогда не признавалась. Я говорю, ну, я стеснялась. Я думаю, ты мне не разрешишь. Мама говорит, ну, что ты, что ты. Вот хорошо, что мне не придется тащить их всех в прачечную. Сегодня же постираешь наши занавески. Я выпачила глаза. Занавески были огромные. Десять раз я могла в них завернуться. Но обступать было поздно. Я обылила занавески по кусочкам. Пока я обыливала один кусочек, другой совсем размыливался. Я просто измучилась с этими кусочками. Потом я по кусочкам полоскала занавески и ванной. Когда я кончала выжимать один кусочек, у него снова заливалась вода из соседних кусочков. Потом я залезла на табуретку и стала вешать занавески на веревки. Но это было уже хуже всего. Все, все время спаривалось. В конце концов, вся занавеска упала на пол, и я упала на нее с табуретки. Я стала совсем мокрой, хоть выжимай. Занавеску пришлось снова тащить в ванную, зато пол на кухне заблестал, как новенький. Целый день из занавесок вилась вода. Я поставила под занавески все кастрюли и сковородки, которые у нас были. Потом поставила на пол чайник. Три бутылки и все чашки с блюдцами. Но вода все равно заливала кухню. Как ни странно, мама осталась довольна. Ты замечательно посеряла в занавески, сказала мама. Расхаживай по кухне в гамошах. Я и не знала, что ты такая способная. Завтра ты будешь стирать скатерть.